Здравствуйте! В этом году определены новые региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами сразу в двух крупных зонах – Бийской и Барнаульской. О том, как это повлияет на график вывоза мусора с этих территорий и качество оказания услуги, поговорим сегодня с нашим гостем. Это заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко. Здравствуйте, Евгений Владимирович! Действительно, в Барнаульской и Бийской зонах сменились организации, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Какие последствия это повлечет для населения? И что это за организации? В текущем году мы подписали два новых соглашения с новыми рекоператорами по Барнаульской и Бийской зоне. Они, в отличие от предыдущих, на сегодняшний день долгосрочны, рассчитаны на 10 лет. По Барнаульской зоне у нас рекоператором стала организация «Экосоюз», которая приступит к исполнению своих обязательств 2 июня текущего года. По Бийской зоне это организация спецобслуживания «Плюс». Стоит очень важно отметить, что на обоих зонах рекоператор сменился все-таки. То есть пришли новые организации, которые будут осуществлять эту деятельность. Когда они приступят к работе? — Спецобслуживание «Плюс» по Бийской зоне с 24 мая, то есть со вчерашнего дня, приступило к исполнению своих обязательств. Такой непростой все-таки будет период, когда уже привычный до этого рекоператор прекращает свою деятельность, а новый заходит все равно еще. Условно, деятельность новая относительно для предприятия. Мы совместно с бийскими коллегами нашими, с муниципальным образованием Бийской зоны на сегодняшний день стараемся ситуацию контролировать. — Смягчить этот переходный период. — Да, совершенно верно, смягчить переходный период. В первую очередь, чтобы не допустить недовольства граждан и обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов. — Так, гражданах, мой следующий вопрос. Как отразится смена операторов по обращению с ТКО, как отразится на главных потребителях услуги в физических лицах? — Жители не должны заметить разницы. С ними новый региональный оператор перезаключит договора на утилизацию твердых коммунальных отходов. Ну и дальше будут выполнять работу по, собственно говоря, сбору мусора. — Как быть юридическим лицам, фирмам, предприятиям, организациям? Им необходимо перезаключать договоры с новыми операторами? — Да, безусловно. Им необходимо обратиться в соответствии с действующим законодательством к новому рекоператору, перезаключить договор на вывоз. — Не секрет, что у части населения и как физических лиц, так и юридических образовались задолженности за услугу, за вывоз мусора. Как быть с этими суммами? — Сформировавшаяся задолженность перед предыдущим рекоператором, соответствующим законодательством, это уже предмет споров предыдущего рекоператора с потребителем услуги на сегодняшний день. Она будет решаться, желательно, конечно, в досудебном порядке, но, к сожалению, не всегда это получается решить в досудебном порядке, но будет решаться в порядке предусмотренным гражданским законодательством. — То есть это большое количество мелких производств? — Нет, очень большое количество задолженности сформировано по населению. — Нет, я имею в виду судебных производств, то есть на каждое физическое лицо подойдется в суд. — Да, да. Это действительно большой объем работы, и можно вот в пример привести на сегодняшний день Рубцовская зона у нас, где, если не ошибаюсь, у регионального оператора порядка 7 тысяч исков к физическим лицам. То есть это услуга, которым оказывается, но, к сожалению, они не оплачивают выполненные работы. — То есть долги эти не переходят по наследству никаким новым организациям, и они начинают с нуля работать. Что будет с тарифом? Утверждены ли на сегодняшний день новые тарифы, и как они будут корректироваться? — На сегодняшний день новые рекоператоры готовят документацию в управлении по ценам и тарифам. Значительных изменений в тарифном плане мы не прогнозируем. На самом деле мы надеемся, что тариф останется на прежнем уровне. — Да, потому что население, в основном, конечно, волнует ровно две вещи, чтобы мусор вовремя вывозили, и, соответственно, чтобы тариф не менялся в сторону увеличения, как минимум резко. — На сегодняшний день пока мы не прогнозируем резкого увеличения тарифов по обращению в СТКО. — Что будет происходить с графиками вывоза мусора? На сегодняшний день они утверждены? Придется ли их менять или корректировать с приходом новых операторов? — Что касается графика вывоза, они на сегодняшний день утверждены по всем муниципальным образованиям, выполняются в соответствии с действующей территориальной схемой. — Поэтому, опять же, повторюсь, для жителей нашего региона, то есть там, где сменились рекоператоры, это не должно, скажем так, отразиться никак на них. То есть графики вывоза остаются прежними. — То есть периодичность, своевременность? — Да, безусловно. Ну, в случае, конечно, если где-то это будет нарушаться, мы будем реагировать на это, да, как органы исполнительной власти, предпринимать предусмотренные законодательством действия, да. Ну, это такая текущая работа, которая будет выполняться в процессе работы новых рекоператоров. — В рамках нашей беседы еще хотелось затронуть один вопрос. Критерии выбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как принимается решение, подробнее об этом чуть-чуть процессе, какие организации могут заявиться на оказание этой услуги, каким требованием они должны соблюдать? — Организации должны соответствовать требованиям, которые прописаны в 811-м постановлении. Вот, значит, все предприятия, которые подавали заявки, то есть так или иначе этим требованиям соответствовали. И, естественно, основной показатель, то есть это общая приведенная стоимость вывоза твердых коммунальных отходов на весь период действия соглашения. То есть это был основополагающий, скажем так, критерий при выборе. — Важным вопросом в этой теме обращения с твердыми коммунальными отходами является и инфраструктура контейнерных площадок. Все ли благополучно с этим параметром в тех зонах, о которых мы говорили, Барнаульской и Бийской? — Это действительно очень важный вопрос. За период действия реформы мы, конечно, безусловно, значительно увеличили контейнерный парк на территории обеих зон. Но на сегодняшний день где-то их недостаточно. Мы, опять же, в плановом режиме ведем работы по закупу контейнеров для муниципальных образований и по Барнаульской, и по Бийской зоне. Думаю, что, опять же, качественно оказание услуги на сегодняшний день этот вопрос не повлияет. — То есть правильно ли я понял, что закупка контейнеров — это не вопрос муниципалитета? — Это вопрос муниципалитета, то есть мы муниципалитетам помогаем в приобретении, и мы муниципалитетам оказываем поддержку в приобретении контейнерного парка. Но, опять же, повторюсь, безусловно, проблема такая существует, но мы так или иначе стараемся решить совместно с органами исполнительной власти на местах. — Ну что ж, Евгений Владимирович, благодарю вас за интересную беседу нашим телезрителям. Я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» был заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Евгений Григоренко. Берегите себя и до встречи в эфире «Катунь-24». — Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...